17 моих 18 я знаю не запускается приветствую сегодня у нас неплановый стрим и снова в студии солдатской правды первый командующий народным ополчением Игорь Стрелков здравствуйте хотел бы сразу поздравить вас и всех ветеранов боевых действий сегодняшним днем я этот праздник никогда не отмечал и вообще я считаю что это не из тех праздников которые стоит отмечать есть праздники общенародные есть в конце концов праздники радов войск ветераны могут отмечать какие-то мероприятия связанные с их конкретным участием где-то а вот так вот лишний раз просто собраться и выпить ну кому интересно ну ладно тогда начнем сразу к делу просто первый же вопрос который я видел он ушел куда-то но он мне то же самое его задал просто не обратили внимание что на фоне того как у нас хоть какие-то случаются победы сразу же появляются жесты воли ну давайте все таки вы имеете ввиду ситуацию с острым змейный да ну началось все что азов обещали обещали когда раскрутили что мы никогда не отдадим молодим то же самое говорил будем судить в трибунал потом отдали и сразу на следующий день еще давай у нас у нас несет не только пресс-секретарь президент у нас пургу нести может кто угодно давайте вспомним про нашего любимого фанерного маршала который рассказывал президенту про 30 с лишним тысяч сирийских арабских добровольцев которые прям мечтают принять участие в операции кто-нибудь хоть одного видел ну вот я с фронтом каждый день как бы общаюсь с людьми которые на фронте никто не видел ни одного может быть где-то они есть но только явно не на фронте может они здесь плитку у нас в москве перекладывают опять или там бордюрчики но не на фронте точно поэтому как говорится с наших чиновников которых Вадим Вадимович приучил к принципу что что не сболтни и все как бы с гуся вода с них спроса мало давайте начнем все-таки с ситуации с по змеиному я выскажусь тогда я уже об этом не писал и говорил я повторю то что я говорил до этого повторение матч учения как говорится лучше как говорится сказать несколько раз но запомнится ну когда проводилась вот эта операция по освобождению ну а для меня все что проводится на территории так называемой украины это естественно освобождение по освобождению острова Змейный то единственный смысл который она имела это обезопасить просто свой фланг при будущей десантной операции уж не знаю куда ее собирались проводить ну условно ориентировочно в районе одессы то есть ну вот просто выставить там какой-то пост наблюдения может быть радар небольшой поставить какие-то небольшие средства условно как фланговый отряд если сухопутными терминами выражаться с того момента как наш черноморский флот отказался от проведения операций а фактически он отказался я так понимаю даже от блокады побережья после того как киевские партнеры потопили фланг черноморского флота крейсер москва с этого момента держать гарнизон на этом острове было ну как минимум не нужно разве что из вопросов престижа а с момента когда противник сосредоточил на расстоянии позволяющий уверенно поражать вот эти 0 2 квадратных километра даже ствольной артиллерию то есть эти 155 миллиметровой галлицы с дальнобойной с дальностью стрельбы около 50 километров и более а также тяжелое фссо который разбор делал там большинство дальность от 70 до 120 километров то вообще там держать войска это было просто держать их на убой на самом деле как успешно отбили две атаки успешно отбили две атаки это факт и видимо в ходе там третьей атаки когда противник начал же просто обрабатывать остров не пытаясь высадить на него какие-то десанты вообще не осталось смысл держать то есть можно было конечно наверное с риском для кораблей с риском для моряков завозить туда очередной гарнизон после того как гарнизон выбивала бы выбивала бы его естественно регулярно после этого надо было бы его эвакуировать и завозить новый ну зачем действительно те аргументы которые приводят люди которым может быть многие не доверяют там некоторые властные пропагандисты и так далее они в данном случае вполне объективны на что я не люблю целый ряд персонажей но это объективно если противник сейчас попытается занять остров нашим кораблям гораздо легче с безопасного расстояния от береговых ракетных комплексов накрыть его опять же артиллерийским ракетным огнем первую очередь ракетным огнем и пусть завозят туда сколько угодно этих гарнизонов просто их уничтожать и все если они пытаются высадить что-то серьезное просто ну с воздуха утопить на подходе на это я думаю я надеюсь по крайней мере наш ход и наша морская авиация еще вполне способна тем более что мы обладаем до сих пор ракетным вооружением условно говоря один калибр на остров и там полуострова все там контуженных раненых и порванных на кусочек с этой точки зрения я считаю что военная целесообразность восторжествовала я даже полностью поддерживаю данное решение ну а вопрос о том какой смысл был делать из острова так и такую брестскую крепость средствах массовой информации но это уже вопрос не к военным если военные будут обращать внимание на вопли штатских болтунов газетных то тогда можно не начинать никакую войну они не в связке разве действует зачем делали это ключ от до одессы как говорилось что что это острова нас у нас вся эта военная кампания как собственно и всегда все действия наших властей начиная с 14 года с весны 14 год это лебедь рак и щука одни тянут в одну сторону на обязательное примирение с дорогими западными партнерами другие тянут другую там война там до границы 3 вообще тянут третьего то есть идите чума на оба ваших дома вот нам на все наплевать то есть пропаганда зачастую даже пропаганда идет в разных направлениях от разных ведомств разные ведомства ставят другую подножки одни там ратуют за полную победу над украиной и соответственно те блогеры которые находятся у них на содержании средств массовой информации ратуют за то чтобы полностью освободить территорию украины а у других поспонсируются из других источников там где говорят нет нужно примиряться нужно стамбул нужно там вот обязательно с нашими дорогими украинскими братьями нам от них еще детей рожать и так далее там подобно маразма немеренно происходит в этом море маразма израгаемой нашей прессы не существует фактически только одного не существует мейнстрима оформленного на где там был бы президент президента постоянно подчеркивала президент у нас тоже виляет как ну как хвост собаки но пытается усидеть на уступив между патриотами нас я не знаю где на чем пытается усидеть я так понимаю что президент но не хочу его критиковать и будем так говорить не президент будет говорить вся наша государственная власть она просто находится в состоянии легкого изумления может быть даже нелегкого может быть даже тяжелого изумления кстати когда это слово вошел в обиход русского языка она как бы немножко другое означало на нет просто не удивление это не был синоним удивления изумление это было определенное состояние ступора даже когда человек не вполне осознавал что происходит и с ним самим не вполне ощущал себя вот это вот состояние изумления вот ну вот власть находится в состоянии изумления потому что после того как провалилась спецоперация после того как наши войска не смогли на втором конкретном со слов рамзан ахматович этапе даже выбить противника с донбасса вытеснить но они не знают что делать они реально не знают что делать и начинаются опять качели туда-сюда туда-сюда метание из одного из одной крайности в другую причем если не все государство метается вот как бы одни идут вправо другие влево и все это перемешивается все это находится состояние диссонации здесь вот сейчас прям вот прям сейчас обозначилась некая вектор который там с со страхом со страхом вполне обоснованным подчеркивают многие патриотические блогеры причем даже псевдо патриотические блогеры поскольку так или иначе они то себя связали с этой спецоперации так называемый ну теснее некуда и отступать поздно вот это типа замерение кстати отступление со змеиного но скорее всего с этим замерением ну никак не связано ну немножко наверно больше связано нежели с заявление о том что это шаг в сторону партнеров с целью разблокирования одесского порта с целью поставок зерна из одессы никто там никто из одессы обстреливаем артиллерией по акватории которые плавают набросы туда украинскими партнерами минами возить зерно не будет зерно будут вывозить откуда угодно только не из одессы вот вывозить железнодорожным транспортом вот вывозить через территорию российской федерации будут вывозить там был откуда через порты в конце концов румынии ближайшие болгарии скорее всего через румынии через боргас но ни в коем случае не через одессу пока продолжаются боевые действия дураков нет люди хорошо умеют читать деньги люди хорошо ли ценят свое имущество никто туда не пошлет караваны судов за украинским зерном поэтому это полная чушь это просто чисто пропагандистский трюк вот что касается обмена позорного я прям таки скажу позорного обмена который состоялся недавно вот это лыков строку как раз к страстным пожеланием нашей власти умиротвориться значит сразу отвлекусь на этот обмен почему я считаю мой позором не потому что обмен вообще произошел хотя откровенно говоря даже сам факт обмена он значительной степени ну странный если мы собираемся победить в этой войне если мы собираемся деноцифицировать демилитаризировать украину как говорил президент то какой смысл обменивать наших людей до завершения войны это ну как бы во время второй мировой войны обмены вообще даже не только между нами и немцами допустим просто фактически их не было может там что-то и было но об этом даже история как бы умалчим может быть какие-то специалисты знают но я вот не знаю не слышал таких даже между германии и нашими союзниками то есть великобритании франции другими государствами антигитлеровской коалиции они просто не производились италия тоже не производила обмен военнопленные размещали в лагерях военнопленных вплоть до завершения войны после завершения войны все военнопленные германии и италии которые до этого пользовались всеми правами военнопленных то есть по отношения формы там воинские приветствия друг другу там кричат друг другу хальгитлеров в том числе советских даже но по крайней мере на уровне офицерского состава все они были отменены после безоговорочной капитуляции после этого они стали просто подлежать юрисдикции поскольку капитуляция была безоговорочной они полностью подбери в перечне под юридикцию тех стран которые взяли в клет они могли с ними делать что хочешь придавать суду вешать расстреливать приговаривать длительным судебным сроком то есть они перестали быть военнослуживания все и государство безоговорочно капитулировал я не совсем понимаю почему сейчас эта практика ну значит мы не очень уверен в том что мы победим вернее совсем не уверены раз мы считаем что вот можно производить вот такие обмены нужно производить ну ладно допустим сейчас все-таки другие времена не сорок первый год там условно хотя я с этим не согласен но согласен как бы взять это с качестве рабочих гипотезы в конце концов не столь важно но я спрашиваю а почему среди этих обмененных находятся нацисты из азов вот действительно вопрос заключается только в этом ладно меняли 144 144 у нас сейчас плену по некоторым данным более 6000 военнослужащих украинских уваженных сил более 6000 азовцев у нас взятая но сколько там несколько сотен насколько может быть там около 600 по моему ну несколько сотен да там плюс еще айдаровцев какое-то количество плюс еще там но тем не менее на новую будем считать шесть семь сотен нацистов у нас в плену почему мы вымениваем на наших военнослужащих именно нацистов которых на самом деле надо всех поголовно судить с ними с каждым надо индивидуально разбираться причем долго разбираться это за один день не делается и за неделю и за месяц не делается в советском союзе с военнопленными в том числе с предателями родины просто подозреваемые в предательстве только основная фильтрация проходила полгода основная пачок причем очень многие после этого оставались на дополнительную фильтрацию до следующие полгода и возможности даже продления если сохранялись подозрения что не все преступления данных лиц раскрыты да даже тогда кому-то удавалось пройти эту фильтрацию успешно кто-то и успешно избегал а потом выяснялось что это были такие махровые преступники но 90 процентов сквозь эту мелкую сетку вернее через систему мел крупных и мелких сетей не проскакивала застревали их делишки как говорится выходили на свет у нас что вот то что этот самый азовец получил ранение это что его освобождают от наказания за преступление которое он совершил перестал быть азовцем сразу на патериологу вот у нас очень интересный момент я внимательно читаю сообщение не знаю как вы в частности в комментариях сказано что среди значит среди то есть обмененных из 144 43 азовца а потом других комментариев было сказано 39 раненых азовцев передано украинской стране постойте постойте так 43 или 39 ну я так понимаю что из 43 передали то есть и украинская сторона так называемая это подтвердила вот значит 39 раненых остальные четверо получается не ранен а кто эти четверо не ранен хотелось бы понять кого так низко оценила российская сторона садия азовцев и так высоко оценила украинская сторона со своей стороны что вот их обменяли в первую очередь не раненых почему это при том что среди 6000 украинских военнослужащих которые у нас в плену там можно три раза по 144 раненых только одних раненых на не затрагивая азовцев так что вот это извините позорище то есть вот при прицелах картина именно конкретная вот прям конкретно 44 сс овцы которых во время второй мировой той войны у нас только и в общем-то в основном их лент не брать только вот при массовой действительно сдачи 44 сс овцы обменяли на наших пленных почему не сказано вот я не услышал о том что допустим осужденные на пожизненные сроки там несколько наших военнослужащих якобы за убийство мирных жителей осуждены на пожизненные сроки почему не сказано что про них ничего они освобождены или нет я понимаю что если там какого-то агента нелегала там обменивают то даже агента нелегала на и сс овцы карателя обменивать не совсем корректно извините сейчас я выкрою я на стриме что-то срочно но и в конце концов если уж обменяли есть уж третий человек государстве но у нас вице-президента нет поэтому у нас иерархия государстве кто не знает выглядит следующим образом если с нашим президентом что-либо случается его обязанности должен исполнять председатель совета федерации заметьте не премьер-министр а после этого у нас третьим лицом государстве является председатель государственной думы в данный момент господин болоте так вот господин если пристреть и человек государства заявляют о том что ни один азовец обменен не будет публично снят на все камеры по все говорится перри журналистов на все фото а потом происходит обмен ну тогда давайте нормально проведем пропаганду объясним почему надо было именно выменить наших военных именно этих конкретных предварительно это сделать пообещали отрезать им голову если мы их не обменяем на азовцев ну да они режут мы знаем уже прошли сообщение что среди 144 освобожденных по крайней мере там были бойцы донецкой народной республики народной милиции уже есть искалеченные в плену которых пытали причем как пытали мы пока не знаем но говорят чтобы мы знаем что мы видели на видео как на их них видео как они пытаются ну так это же пытают их нацистов на самом деле картина выглядит следующим образом теперь любой нацист сколько бы он не убил будет драться до конца не побежит будет драться до конца потом сдастся в плен полной уверенности что его обязательно выменяют а в плену еще вылечит и накормят русские интернет это позор это позор если власть говорит представители власти что не будем брать в плен нацистов или наоборот будем брать пен не будем менять то надо это выполнять а когда сначала власть улица третьего фигуры государстве говорит что ни в коем случае не выпустим а потом через буквально там пару недель освобождаем в обмен естественно но это позор ведь по-другому это никак не назвать это во-первых позор а во-вторых это показатель расхлябанности самого государства расхлябанности нашей государственной власти которая не понимает что вступила в большую тяжелую длительную кровавую войну и в этой войне нужна консолидация нормальная консолидация и очищение этой власти от тех от слабых элементов от пораженцев и тех людей которые в решающий момент могут предать или сбежать да кто-то там конечно посбежал но вот я так понимаю что значительная часть просто при тихо и осталось при этом оставшись по сути своей поражаться теперь вернемся к основному вопросу это связанному с тем с вектором на примирение естественно такие вещи как обмен азовцев как заявление президента о том что вот главная цель спецоперации близка к завершению значит скоро значит с намеком на то что после этого как бы спецоперация прекратится они все естественно вызывают ну кого-то недоумение у кого-то опасения что завтра нас ждет минск 3 стамбул 2 и так далее то есть опять ситуация будет заморожена ни туда ни сюда украинское нацистское государство разгромлено не будет ну а российская федерация кого-то там предаст как предали в буча там и богдановки сумской черниговской области а кого-то там типа себя ставит может быть даже ну я вот в этом отношении относительно спокойно поэтому я просто уверен что чтобы не хотели в кремле каких бы они там не в розовых облаках на планете розовых пони не летали в надежде что вот сейчас мы договоримся с партнерами и вернемся к состоянию до 24 февраля и соответственно до 20 значит будем дальше там чему-то там готовится или к войне или к миру или там к снятию санкций или борьбе с санкциями но тем не менее вылезем из этой ситуации ощипанными но непобежденными как тот петух из мультфильма про бременских музыкат ну пусть думают так реально этого не будет просто не будет вот уверен на сто процентов вот истинный крест почему ну стоп продукт в войне воюют две стороны американцы англичане это основная связка которая контролирует украину вцепились в российскую федерацию а тем более увидев ее слабость и расхлябанность с военной точки зрения как клещ не больно то крупную мышку и будут сосать кровь будут вгрызаться глубже и глубже пока не домучают должен делал расклады на эту тему что если бы российская федерация как от нее ожидали те же американцы и англичане да и почти все европейцы в две недели закончил его кампанию то украине никто бы не стал представлять и тяжелые системы вооружения как сейчас а сейчас уже о самых современных уже них заговорили дадут будь уверен дадут обязательно первый месяц украине никто не поставлял даже танки с пушками только легкое стрелковое оружие противотанковые комплексы и пзрк в надежде что пусть еще побегают сколько нибудь продержится ослабит российскую федерацию там организуют партизанское движение и так далее сейчас нет сейчас они твердо уверены бывшие кремлевские дорогие западные партнеры что украина может победить и они и накачивают кто-то говорит германия против войны украина украине может быть она и против они тут германии ничего не решают и франция ничего не решает и при этом оружие они продолжают давать причем немало и хорошее оружие именно вот эти салу цезарю купили полустрову змеиные прицельно своими высокоточными снарядами 150 5 миллиметров а уж англия соединенными штатами дадут вообще горы оружие украине горы сегодня по моему сообщили что еще 50 английских галбиц 105 5 миллиметров украине будет поставлен в порядке лент-лизи то есть бесплатно это что значит бесплатно лент-лиз подозревает же оплату ну кто будет платить это от украины по итогам этой войны все равно ничего не остается это они все прекрасно понимают это железо но ими списано нет но они потом то конечно рапсом возьмут там подсолнечником еще чем-то землёй через росточек вот должно естественно у них все кто связывается с западными дорогими партнерами они должны навсегда просто навсегда из этой кабалы не выбраться никогда и никому разница только в размерах этой кабалы все выбраться из этой кабалы можно только выступив против них сателлит подстилка американская она не только не собирается выбираться на как будто готовы еще глубже залезть потому что так называемая украинская элита вот она в общем-то и насрать на свой народ на свою страну главное оказаться самим лично в числе любимой прислуги западного хозяина и соответственно пользоваться теми извините за жаргон ништяками которые за этой идеей будут выделены нормальная колониальная политика полицаи старосты предистантов возвращаясь не будут уверен не будут они мириться для того чтобы они пошли на мир их ним нужно так хорошо прижать и прищучить причем подчеркиваю на временный мир на очередное перемирие на какое они ходили вот минск один минск два первое после разгрома после котлов по доловайском второе после котла под дебальцева какого-никакого тем не менее поражение они там понесли и как бы фронт зашатался и не побежали начали по крайней мере бежать ну до этого их снова нужно очень сильно разбить очень сильно разбить а у нас в общем то последние два месяца ничего в этом плане не получается нет наши войска постепенно очень медленно продвигаются ну очень медленно с точки зрения стратегической это конечно понимаю что пехот донецкая пехота у которой нет ни танков ни бмп она быстрее чем пешком продвигаться вообще не может вперед ну да постепенно освобождаются города вот мне перед там перечислили там красный лиман опасная северодонецк вот рубежная домучили тоже ярко формально в ходе второго этапа спецоперации сейчас на очереди лисичанск тоже я кстати ждал что он будет уже освобожден даже давал прогноз что сутки двое уже там пять суток прошло все еще никак ну что делать ну но с боями они оттуда постепенно отступают потому что рано или поздно они отведут свои части как они сейчас и делают организованно отступают к сожалению не бегут нет не бегут отступают с потерями с большими потерями наступают ну да а дальше все судя потому что я знаю по обстановке на фронте дальше все потому что это наступление она только у наших пропагандонов извините на телевидении ли там у соловьева шаперона его канале выглядит как враг бежит 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 мы наступаем потерь нет потери есть и потери не только у врага и потери большие но если враг дает своим сателлитом там соединенные штаты англии новейшие системы вооружения то у нас вот как вы знаете танки т-62 на фронт поехали бмп-1 40-летний 50 лет недавно по факту больше это техника 60-х годов поехал у нас на фронте а уж насчет людских ресурсов ну тут уже я не знаю я уж наверное всем надоел рассказами о том что украина провела четыре волны мобилизации проводят 5 зеленский похвастался что у них сейчас под ружьем 700 тысяч человек конечно 700 тысяч у них не на фронте но я думаю где-то половина у них на фронте сейчас и в районе фронта есть в общевойсковых основная часть армии украины это общие войсковые соединения то есть это пехота танки и артиллерии в отличие от российских вооруженных сил у которых есть еще рвсн есть довольно большой флот требующий кстати обслуживание не только кораблей но и боевая морских баз в российской федерации противоракетная оборона пво достаточно большое том числе стратегическое космические войска которые тоже требуют обслуживания и различных станций слежения и спутниковых станций и в конце концов просто охрана космодромов и их персонал у нас две трети армии это вот не сухопутные силы а у них сухопутные силы это три четверти армии и пусть они сейчас еще не готовы выставить на фронт там условно говоря 600 тысяч человек но полмиллиона они скоро выставить и сейчас я думаю 300 тысяч у них не до плохо обученных да не сильно то мотивировано к ним тоже эта война кстати не сильно повлияло на их боевой дух там потери серьезные тяжелые потери ну и тупо больше практически сейчас со всех участков фронта мне сообщают мы атакуем нас меньше чем те кто сидит в обороне а при дееспособной вражеской артиллерии мы с ними ничего сделать не может реально мы оказались способны наступать против украинской армии бить ее и громить только на на очень узком участке фронта на очень узком участке фронта а если кто-то думает что можно сосредоточить вот это сейчас группировка возьмет лисичанск ее там на новый участок перейти она тоже не бесконечна эта группировка не по людям не по технике отнюдь не бесконечно опытных людей выбивают убитыми ранеными люди просто выгорают а новых не поступает или поступает слишком мало даже для восполнения потерь этим кстати я думаю и вызвано лихорадочные потуги наших властей пока все еще относительно хорошо выйти на мирное соглашение я думаю что сейчас более или менее до них уже доходит то что о чем их предупреждали в течение ну там еще три месяца назад поэтому то они и дергаться воевать всерьез они не хотят категорически не хотят наверное потому что догадываются что тот бардак который они развели в ходе специальной военной операции то он будет в десятой степени если они будут воевать всерьез а выбор уже нет они считают что них есть винка помириться закрепив какие-то условия то есть взяв там где-то уступив где-то там сделал вид что не уступили там заключив какое-то промежуточное соглашение и отползти назад или воевать всерьез до полной победы вот им даже частичное поражение менее страшно чем вот побоевать всерьез вместе тотальной войны такую-ка хотя бы какую ведет с нами украина она ведется на войну полном масштаб но на самом деле это вилка ложная не получится украина сознает руководство украины вернее ее хозяева сознают складывающую ситуацию и я вот просто жду когда к сожалению я жду считают что я за вас умеет я не за раз у меня там вообще друзья на фронте товарищи если кто-то думает что я не переживаю за них еще да я вообще за всех переживаю то сейчас на фронте реального и за пашу гугарева и за женю скрипника хотя он волонтерит но он тоже постоянно находится в местах под обстрелом которые находятся сегодня он маленький был поделился со мной массой свежей информации которую я опять же не могу выложить но на основании которой в том числе я делаю свои выводы в общей обстановке на фронте боятся они наши властители воевать а придется когда украина пойдет выступить а этот день не за горами в данном отношении змеины это только как говорится это даже не цветочки это так зависть но это говорит о том что одесса уже не входит планы сейчас я понимаю прям сейчас ситуативно вот прям сейчас ситуативно в планами российского военно-политического руководства не ходят вообще ничего потому что с имеющимися силами можно раз в месяц брать какой-нибудь там небольшой город относительно небольшой или относительно большую там асфера донецк все-таки сейчас не такие маленькие ну допустим брать по одному севера донецку в месяц можно это при общей от пассивности противника на остальных фронтах на больше сил уже не хватает а противник постоянно усиливается постоянно если кто-то думает что это вот ничего не значит что вот это его поступают гаубицы которые он же бросил боя в СЗО который еще как значит еще как значит противник воюет эффективно противник уничтожают наши склады с боеприпасами не имея такого количества ракет которые есть у нас противника по-прежнему достаточно беспилотников противника по-прежнему я вам открою глаза есть авиация мне тут один товарищ с фронта рассказывал что бы сначала ведь нас два часа обрабатывал их не артиллерия потом минометы а потом как прилетели два вертолета слава богу ни в кого не попали потому что мы были окопаны но радости было мало и спрашивая где же наше пво у него не было на этом участке фронта его много где нет у нас вот где у нас нет пво там действует украинская агерация и она есть представьте себе и вертолеты и штурмовики не говоря уж об беспилотниках тоже товарищ один написал сегодня три говорит пошли в атаку говорит над нами тройками разведывательные беспилотники летали противника тройками а нам их нечем даже добивать их подразделению даже зушек не придали там или утесов зенитных залет украинского беспилотников про который спрашивали на 140 километров в глубь территории российской федерации спрашивают почему не сбили сразу почему сбили так глубоко долетел до ассистент где его засекли и решили уничтожить там вернее смогли уничтожить там и сбили значит не могли сбить беспилотник это же не граммофон записывающий там условно говоря который летит и записывает все что летит все что он видит записал привез там кассету сбросил как это раньше было когда аэропланы посылали на разведку летчик значит один летчик вел самолет а летчик-наблюдатель быстренько писал донесение которое там с вымпелом сбрасывалась вниз чтобы внизу его прочитали день и господа генералы и школьную обстановку нет беспилотники современные все они пока оснащены передающиеся аппаратуры вот он летит и снимает все что он видит если он пролетел 140 километров то наверное все равно независимо от того что нас сбили он передал противнику интересующую какую-то информацию против так что типа давай вы заманили специально но кто заманивает так глубоко на свою территорию это же не разведывательный там условно говоря самолет с ценнейшей аппаратуры рядовой обычный беспилотник советский старый таких у нас полно и его расшифровав его информацию но особо как говорится особого профита наши разведчики и контрразведчики не получат но это частные вопросы какие у нас еще вопросы михаев ну в целом что нужно для того чтобы победить что мобилизация удары по центру принять решение коммуникации нам нужно все причем все сразу в первую очередь нам нужно начать выебать просто начать вы его как это сделать ну так вот во первых нам надо определиться с нашим юридическим статусом мы воюем с украины и не воюем что мы сделаем с украиной если мы с украиной воюем мы должны полностью разорвать все дипломатические отношения мы должны объяснить людям в том числе военнослужащим которые там воюют для чего мы этого и нужно твердо объявить что вот вот и вот могут мы боем для этого допустим мы воюем для освобождения в украине от нацистов полу или сказать нет моего и вниз для освобождения полного мы воюем чтобы дойти до днепра освободить вот конкретные города одессу днепропетровской урок там харьков вот а тут мы остановимся и заключим типа мир потому что даже они воевать уже не смог ну вот так хотя вот эти днепра тоже нужно обаставать как-то я просто говорю нужно поставить задачи проблема в том что даже военнослужащий даже офицеры в том числе старшие офицеры на фронте не понимают за что они воюют а когда человек не понимает за что он воюет то сложно от него ждать чтобы он воевал хорошо а уж тем более самоотверженно вот донецкая пехота и улганская пехота в первую чуть донецкой на улганску тормоз к она знает за что она воюет поэтому они воюют нормально хорошо практически большинство самых тяжелых задач которые в течение четырех месяцев это выполнено за счет мужества донецкой и улганской пехоты они за счет даже наших там супер-купер спецподразделений в целом к сожалению можно констатировать что плохо вооруженная отвратительно снаряженная и не шибко-то хорошо обученная донецкая луганская народная милиция оказались более боеспособны чем российские войска не все но значительная часть почему да потому что люди понимают за что они воюют их 8 лет уважаемые украинские партнеры кремля обстреливают у них у всех есть родственники которые погибли или были искалечены от уважаемых партнеров кремля поэтому они и воюют хорошо даже мобилизованные воюют лучше чем многие российские военные части к сожалению если кто-то решит что я угу ну пожалуйста в суд через суд пожалуйста а почему потому что людям во первых не объяснили за что они воюют а во вторых у каждого нашего завоеннослужащего служащего по контракту есть возможность в один прекрасный сказать да я вообще не хочу больше слушать я контракт что такое за специальная военная операция специальная военная операция что это такое где написано что я обязан воевать в этой специальной операции где юридическое основание я об этом уже говорил я вот два года воевал в чечне ну как во вторую кампанию некоторые считают что фсб не воюет ну поверьте приходилось может быть не в атаку бегать но приходилось всякое дело так вот мы два года воевали не имея периодического основания кто режим к то там только был окончательно юридически оформлен в 2002 году и то по моему не означает а здесь тоже свол что такое свол никто не знает это не война а что это специальная военная а что это что она под уже убивать вот в результате но мы понимаем динафикация изначально теме дозаций украины нет для военного что она означает то есть он что делает он защищает родину или нет и для чего он вообще бою я понимаю для чего вы отношу а наша власть военного объяснить это не может более того нашилась не только не может им объяснить это их заставить их воевать не может я не за раскрою военной тайны противник об этом прекрасно знаю у нас очень много отказников причем не только солдат российских в днр введено военное положение там в случае отказа от выполнения своего долга воинского даже мобилизованный человек может быть осужден на там 15-20 лет то есть он может быть арестован еще и с позором товарищи воюют а он там типа вот а в российской армии этого нет это что это как называется если кто-то думает что можно будет вынести всю эту войну вывести на донецких и ууганских мобилизованных на ребятах из филармонии на студентах медиков которых вместо фельдшерской службы отправили в рядовыми в пехоту и массово там положение на мужиках из автосервисов на шахтерах на всех прочих в колонне суру и руки автомат даже не объяснив как из него стрелять как за магазин заезжать не знаю их отправили сразу на передовую нет не хватит этих людей не хватит из набираемых сейчас человек а не хватит с это же по контракту со всеми вытекающие вытекающие последствия тоже не хватит тришкин кафтан затыкание дыр в суррогатами воинских частей подразделений не поможет сейчас сейчас еще сейчас противник оклемается он покажет нашим военным как воевать по-настоящему потому что они какие бы они ни были сволочи они воюют по-настоящему если мы ненавидим и презираем противника их я укров подчеркиваю именно как укров идейных презираю и ненавижу это не значит что я должен относиться к ним с пренебрежительно с точки зрения боевых качеств с точки зрения возможностей это хорошо что у них не очень высокая мотивация но их тупо больше сейчас на фронте поэтому как это знаете у нас должен если мне сейчас нужно было писать соответствующую записку я бы естественно разделил на меры политические пропагандистские военные военно-политические кадровые и расписывал бы по каждому пункту что нужно сделать спускаясь от сложного к простому или наоборот поднимаясь от простого к сложному хотя бы в рамках единой концепции в рамках единой концепции в рамках единой концепции если с военной точки зрения без мобилизации мы не обойдемся без хотя бы частичной мобилизации причем мобилизации не только военнослужащих на войну но и мобилизации промышленности и тыла Без введения военного положения вообще не обойдемся Потому что чем дольше будет развиваться война, тем дольше у нас будет дезертиров А знаете как заразителен этот пример? Вот когда летом 1917 года Маленькие ручейки дезертиров потекли с фронта в тыл И их ловили, но ничего с ними толком не делали В течение двух месяцев буквально, пока Корнилов пытался расстрелами остановить Ну тоже не получилось уже, поздно оказалось А потом это превратилось в поток, потому что это заразительно Зачем сидеть под огнем тяжелой германской, в данном случае украинской, знаторской артиллерии Если можно сбежать в тыл И тебе за это ничего не будет Да незачем Кто-то просто потому, что ему на все наплевать Кто-то по малодушию Кто-то просто по истощению После там нескольких месяцев в окопах люди выгорают просто Их бы на отдых отвезти А отдыха-то нет Некому заменить Некем И вот продолжают сидеть в окопе, пока там до полусумасшедшего состояния не дойдет Я это по себе знаю, я вот 4 месяца пробовал на Донбассе, когда в ситуации, пусть я не в окопе сидел, но ответственность была огромная на мне Я уже, меня шатало уже ветром к концу этого 4 месяца Дергался как от каждого этого щелчка, от каждого шума уже вообще То есть, сколько бы еще продержался, не знаю, но вряд ли бы долго Там можно с ума сойти, реально А когда еще под арт-огнем сидишь каждый день Так это, наверное, вообще радость Я просто бывал под арт-огнем, а не один раз Но не по неделе, не по месяцу Так, обстреляли и разок Раз в месяц Итак, мобилизация, военное положение Еще очень важно, чрезвычайно важно Кадровый вопрос Если люди, которые провалили разведку Политическую оценку ситуации И провалили на специальную военную операцию Военные участия в хлам Останутся на своих постах, они и вам еще провалят очень много что-то Я вот честно заявляю, я считаю, что пока у нас военным министром Министром обороны является фанерный маршал Господин Сергей Кужгетович Шойл Нам эту войну просто не выиграть Не говоря уж о том, что он должен ответить за то, что наша армия оказалась полностью не готова к большой войне Полностью Ни в каком отношении Ни в плане подготовки Ни в плане тылового обеспечения Ни в плане обучения войск Это уже факт Который видит весь мир Кроме, естественно, нашей страны И если мы сами прямо об этом себе не скажем То мы не сможем сделать выводы Но в конце концов, ладно, об этом можно не говорить Можно Стрелкову заткнуть рот И там посадить его Или там прибыть Но делать-то все равно надо Надо Недееспособные люди, оставленные на своих местах Останутся тоже недееспособными Свершат те же самые глупости, ошибки Будут так же спокойно воровать Вместо того, чтобы Больше они просто ничего не умеют Просто ничего не умеют Рано или поздно я с этим вопросом Придется решать Если мы хотим вообще победить эту войну А если мы проиграем эту войну Война не остановится на границе Ни Донецка, ни Луганска Ни даже на границе Ростовской области И даже под Севастополем она не остановится Если мы проиграем эту войну Нас ждет смута И куча гражданских войн на нашей территории Я не критикую нашего президента Которого ругательски ругал Как минимум с осени 15-го года Сейчас не потому, что он мне стал больше нравиться Нет Я просто понимаю, что сейчас переворот и смута Будут означать Просто скатывание страны в хаос В полный хаос Перед которым Скатывание Украины после Майдана 14-го года Это будет ну вот просто Наверное Версия там Для дошкольников По сравнению со взрослой жизнью Это будет кошмар Поэтому я и кричу и возмущаюсь Насчет того Не потому, что я там ничего не боюсь Или там имею личный Неприязнь к Шойгу Там еще отдельным красавцам Хотя я это естественно имею У меня есть за что В том числе лично их ненавидеть, презирать Есть Но дело не в этом Дело в том, что для того же Путин Может спасти себя и Россию Только проведя В том числе кадровую революцию В том числе в рамках создания Государственного комитета обороны Засвездоточив власть Полностью в своих руках Выступив Прямо взяв ответственность на себя Полностью целиком За проведение этой военной кампании Создав новый орган И отстранив под данным предлогом Людей, которые все провалили В том числе подготовку нашей страны к войне Которые занимались приписками и очковтирательством Благодаря которому у нашей армии нет ни ударных Ни разведывательных беспилотников Хотя бы сколько-нибудь в достаточном количестве Благодаря которому у нас мало ракет У нас мало самолетов У нас мало всего И отвратительная связь Просто на уровне 60-х годов прошлого века Максимум 70-х В то время как противник по связи нас На 30 лет вперед нас ушел Может на 20 в самом лучшем случае У нас спутниковая группировка никакая В результате наша разведка Ковыряется не знаю как По сравнению с натовской А вся натовская разведка работает на Украине Таким образом Воевать так воевать Сдаваться так сдаваться Мне в случае сдачи ничего не светит Это понятно Но мне и в случае победы Путина тоже ничего не светит Ну как не светит Светит Гага Нет, ну Гага меня еще нужно поймать и отправить Это не так просто Желающих не довести меня до Гаги будет столько Ну больше, чем довести Да, чем больше, чем довести Вот именно Не говорил, что про мое собственное нежелание Но это ладно Тут не про меня речь Тут и про Путина, кстати, речь Вот если мы проиграем эту войну Вот его-то до Гаги довезут 100% Все на него свалит и довезут Ну то есть первый шаг к этой победе Это кадровый вопрос Как сверху во власти Так и мобилизация снизу У нас всегда начинается Да, я всегда повторяю Буду повторять кадры Решают все Иосиф Сырёнович сказал Это не зря сказал В тяжелейшей ситуации с 41-го года Он все-таки войну выиграл Пусть огромными жертвами По многому даже неоправданными Но тем не менее У нас сейчас Ну Вроде бы все хорошо Да, все прекрасно Но это пока Кстати, вот вопрос Как победили мы в 45-м году Не может ли быть такое Что Гитлер проиграл потому Что он взял все на себя Не на самую умную голову А Сталин победил Потому что прислушивался К мнению своего штаба По-настоящему талантливый человек Всегда окружает себя талантливыми людьми Если человек окружает себя Посредственностями Не имеющими собственного мнения По принципу законов Паркинсона Если я тупой То никто не должен быть Вне меня То это автоматически Ведет страну Геббель Просто Гитлер тоже не был окружен тупыми людьми Геббельс был гением пропаганды Геринг очень хорошо разбирался в авиации Тот Прекрасный был специалист По промышленности У Гитлера были очень хорошие генералы Был прекрасный генеральный штаб Были дееспособные Фельдмаршалки Но он перестал их слушать Иначе он не одержал столько побед Вначале Вначале А потом он взял на себя Нет Это примитивное мнение Да Гитлер многое взял на себя Причем многие его решения оказались верны Почему он и Как бы взял все на себя Но в итоге Ну по сути Просто он был больше всех заинтересован в том Чтобы войну не проиграть Потому что ему заранее было понятно Где-то года с 43-го Чем это кончится лично для него В случае в этой правильной штатой войне Это этим кончилось Но допустим известно Что многие немецкие генералы По крайней мере в тех меморах Которые я читал Прямо писали Что решение Гитлера Зимой 41-го года Цепляться за каждый метр Остановила разгром Группу армий центра Потому что вот еще немного И вода просто побежала А его категорический приказ Ни шагу назад В том числе с жесточайшими кармами Против командиров Он же первый вел Да, то есть он привел к тому Что да, вот солдаты зацепились И удержали тоже объективно Выдавшийся напор Рабочек-корестьянской красной армии И это было правильное решение После которого, кстати, Гитлер И решил, что он сам понимает Больше, чем многие генералы Но это не значит, что он до самого конца Генералов вообще не слушал Кого-то слушал, кого-то нет Они тоже на него очень многое сваливали Сами, вот сейчас уже много исследований о том Что говорят, что тот же Манштейн Который потом говорил Я был против Курской дуги Я был против Курской дуги А оказалось, что ничего подобного Он и был локомотивом Проталкивал эту операцию Убеждал Гитлера, что надо, надо наступать Так что тут Не являюсь таким уж глубоким специалистом Я в общем В основном по научно-популярной литературе Знаю этот период Поэтому не хочу углубляться в данные Ну понятно, так или иначе Везде стоит во главе угла кадровый вопрос Да, всегда и везде Всегда и везде Кадры решают все Армия баранов с Львом победит Армия львов с Бараном Это еще в древней говоре В античности Давайте перейдем к вопросам Вопросов накидали очень много Блиц вопрос даже Начну с Доналд Тайерс Которые вопросы задавали Они более заметные Вопрос Стрелкова Не кажется ли вам, что целенаправленно Не создавался котел Золотое Горское Сейчас идут на южную часть Лисичанск А не на Белогоровку Есть ли в этом военный смысл? Не понял Специально Я тоже не понял Как будто котел случайно образовался Золотое Горское Котел этот образовался во многом случайно Потому что, насколько я понимаю Изначально наши войска стремились Со стороны Изюма Прорваться к Славянску К Барвенкову И создать угрозу котла Для всей Как минимум угрозу котла Для всей группировки противника на Донбассе Что автоматически заставило бы противника Или отступать с Донбасса Или оставаться в окружении Фактически Оставить в окружении От четверти до трети своей своей армии Но в результате наши Не смогли дойти даже до Славянска Даже до трассы Славянск-Барвенкова До сих пор не смогли Сил не хватило Это стало ясно И задачу сузили Начали Хотя бы попытались окружить Противника на Вот этот Северодонецк Лисичанск Огломерацию Которую входило в том числе Золотое и Горское Опять не хватило сил До сих пор не удалось Даже Лисичанск до сих пор не удалось Не хватило сил Понимаете? Это не потому что противник Там так идеально дерется Нет Просто не хватило сил Учитывая что опять же В основном приходилось Прорываться через Насыщенную вражескими Частями и подразделениями Обороны Ну Получилась Классическая битва На истощение Который противник Потерпел в целом Поражение Но наши потери Тоже Отнюдь не оправдывают На мой взгляд До сихих результатов Противника в результате Вытеснили Из северодонецка Где взято Очень мало пленных И Горское и Золотое Противник покинул Тоже с очень небольшим Количеством пленных Он просто вовремя вышел Как только Стало ясно Что Оперативное окружение Создано И вот-вот оно будет замкнуто Он просто покинул Населенные пункты И наши Захлопнули Котел Воздух попал В окружение Плюс мелкие Забытые подразделения Там одиночки И сейчас Мы не можем дожать Вот пройти Несколько километров Дожать Противника В районе Белогоровки Отсечь его уцелевшие И оставшиеся Еще в котле части В мешке Почему? Сил Нет Поэтому Во всем остальном Я не понимаю Специально Неспециально Ну Мы имеем дело Просто с Прогрызанием Обороны противника Никакого Оперативного Маневра При такой Насыщенности Вражескими Резервами И резервных Линии обороны Противник Там Долговременных Причем Линии обороны В общем-то И не предвидится И не могло быть Это изначально Вся эта операция На мой взгляд Была предпринята Абсолютно На основании Неправильной оценки Опять же Оперативной обстановки Как первый этап Провалился По причине Абсолютно неверной Оперативной обстановки Оценки Оперативной обстановки На Украине В целом Так и второй этап Провалился Но уже По причине Военной Ошибки В оценке Военной обстановки Решили Что можно Вот так Вот да А получилось Совсем Не получилось Ничего Да Срезали Выступли Сечанско Северодонецк Почти Срезали И все Группировка Врага Три четверти Группировки Врага Оказались Не разгромлены На других Участках фронта Они все Целы И они Обязательно Себя покажут Они никуда Не делись Они не разбиты Они не принесли Больших потерь Следующий вопрос Виктор спрашивает Лавровы Песковы Толдычит нам Про переговоры Но о цели Никто не говорит Как считаете О чем власть Пытается договориться С своими сопротивлениями Они пытаются Они уже фактически Обозначили В нашей прессе И обозначили Своими действиями Типа На что они претендуют По сути Если там Совсем коротко сказать Для нашей власти Идеальным Сейчас является Вариант Закрепление На той линии Которой достигли Российские войска Минус Может быть Какие-то Районы Или Размен Допустим Самое идеальное Это наверное Чтобы мы оставили По мнению Я так думаю Мое предположение Подчеркиваю личное Чтобы наши войска Оставили территории На территории Харьковской области Взамен на Украину Оставили Оставшуюся территорию Донецкой области Там почти половина А на юге То есть Криворожье Запорожье И Херсонская Области Типа Все остается В том виде В каком есть сейчас То есть Они как бы Переходят под контроль Российской Федерации И на дальнейшем На базе Вот этого Статус-кво Будет Дальнейшие Мирные переговоры С так называемой Украиной Больше Вы поверьте Сейчас На большее Сейчас Российская Федерация Кремль не рассчитывает В этих переговорах Это Условно говоря База для торга Опять же Предприняты меры Чтобы партнеры Понимали Что российская страна Не блефует То есть Раздача российских паспортов В Луганской области Прямая Раздача Российского гражданства Вернее Предоставление Российского гражданства В Запорожской И в Херсонской областях То есть Как бы Делается вид Что Россия пришла Надолго И на самом деле С точки зрения Ихней Вот ихних Хотелок Это оптимально То есть Раз всю Украину Забороть не получилось Без Мобилизации Мобилизацию Страшно проводить То давайте Коридор в Крым Пробили Пробили Все хорошо Давайте В конце концов Ограничимся этим И все у нас будет Замечательно Мариуполь Бердянск Мелитополь Херсон Ну типа Можно что утащить К себе Как говорится В загашник Если получится Еще там что-то Ухватить Но Украина На это не пойдет Совсем Наверное Кто-то В Кремле Рассчитывает На то Что ну вот Сейчас Торганем Еще Запорожьем И Херсоном Вот И вернем Полностью Донецкую Луганскую Республику Тем более Что Луганская Практически Сейчас Особождена Вот И на этом Замеримся Тоже Не будет Этого Украина Потребует Все Для начала Она потребует Возвращения Российских войск На линию 24 февраля Это вот С того С чего Начнет Украина Просто Базовое требование Торговаться Они с этого Начнут Сначала Отведите Войска На линию 24 февраля Если Российская Страна На это Не пойдет Все На этом Украина Никаких Никакой Торговли Не будет Скажут Ну ладно Мы сами Тогда Дойдем И Начнут Наступать Успешно Неуспешно Это Как говорится Мы посмотрим Это все Мы увидим Но я думаю Что скоро Увидим Как они Будут пытаться С серьезными Силами Наступать Вот Я это А потом Они потребуют Естественно И Донецк С Уганском И Крым Собственно Соединенные Штаты Тоже уже озвучили Что основой Для переговоров Между Россией И Украиной Является Полный вывод Российских войск С территории Украины А для Соединенных Штатов Крым Это тоже Украина Все Это уже Неприемлемо Для Москвы Для Кремля Полностью Вообще Никак Особенно После признания ДНР ОНР Даже и до признания Крым Это все Это как бы Сакрально Поэтому Не будет Никакого Перемирия Пока одна из сторон Не потерпит Решительное Военное поражение А если наши Умники В Кремле И в администрации Придется Дальше будут Сопли свои Жевать То это поражение Можем понести И мы Как это не печально И не убедно Понятно Следующий вопрос Серега в тылу Ворга пишет Уважаемый Игорь Иванович Когда начнут Применять Советские .У Вражеская фунта Применяет частенько Откуда не столько ракет Во-первых Наши калибры Лучше .У Они и дальше летят Их намного Сложнее Перехватить Хотя некоторые Украины Перехватывают Но их намного Сложнее Перехватить Ну может там Боезаряд Я не знаю Сколько они там Поменьше Калибра Но скорость У него Выше Ну в общем Он в целом Лучше А точки У Я думаю Со временем Через некоторое Время Наши поднимут Они есть На складах На складском Хранении Может быть даже Сейчас поднимают Потому что Одними Калибрами Бастионами Не обойтись Не хватает У нас Ракет Для Надежного Поражения Всех целей Которые Находятся На территории Противника Она Недалекая Проблема в том Что она летит Недалеко До 120 км Калибр Там на несколько Сотен Может летать Не помню Насколько Там максимум 120 км То есть Поражать Можно только цели Пусть и в глубоком Но войсковом Тылу противника Хотя Промышленные объекты Тоже можно поражать Но все в радиусе Вот этого есть Почему Украина До сих пор Не может Атаковать Крымский мост Потому что У нее нечем Пока атаковать Их ракеты Их позиции От крымского моста Слишком далеко Вот они сейчас Получат Современные ракеты От Соединенных Штатов Вот тогда Надо будет Откуда-то Латая Тришкин Кафтан Снимать часть Типового Чтобы Обезопасивать Крымский мост Со всех сторон Потому что Они будут Они сейчас Обстрелы ведут Вот они поразили В Красном Луче Склад Они выпустили Часть ракет На две наши сбили Четыре достигли цели Так и На Крымский мост Они запустят Там ни одну ракету Ни две Ни три Сразу запустят Там 20 Что-то может И долететь Давайте дальше Игорь Иванович Скажите Пожалуйста Видели вы Что Вассерман Подал заявление В прокуратуру На ДШРГ Русич Как вы относите К этому Вассерман Вы послушайте Я не хочу Слушать ни про Вассермана Ни про ДШРГ Русич Ну поскольку ДШРГ Русич Еще воюет Как говорится Какие бы там они Не были Со своими тараканами Там Мельчаков У меня там После поливал Дерьмом В свое время Ну фиг с ним Вот они По крайней мере Они за нас воюют А за кого воюет Вассерман Я не знаю Пусть Как говорится Я бы Век бы не знал Вассермана Игорь Иванович А Роберт Райт Вы знаете? А кто такой Роберт Райт? Врате Райт? Я не знаю Кто спрашивает человек Скажите пожалуйста В случае мобилизации Будет ли мобилизован Роберт Райт? Я вот Четвертый раз Слышу Я знаете Не знаю Кто такой Роберт Райт Вот Я с братьев Райт Помню А Роберт Райт Как-то не знаком С Райтами Я как бы В интернете летал Шучу Так Возможно ли Что причина Спокойствия нашей власти Внешнего В СМИ Значит Спокойной Готовности Задействовать РВСН Мол Если вдруг Нашу армию разобьют То ударим ядерным И все равно победим Тут имеется ввиду Вопрос Ядерным Об этом уже говорил Ударить ядерным Это означает Развязать ядерную войну Согласен Тем более Что бить-то придется По своей территории Я вообще не понимаю Как можно Это наша земля Наша земля Это из идиотизма Когда люди не понимают Что Украина Это наша земля Населенная русскими Русскими У каждого третьего Русского человека На Украине Не то, кстати Только чисто русский На Украине Есть родственники Кому бить-то Собходи В конце концов Это же не Если по центрам Принятия решений То центром Принятия решений Они в Вашингтоне Даже не в Киеве Да Даже не в Лондон Вашингтоне Там центром Принятия решений Глупости Силовиками Ограничивались Начало нулевых Середины Вернее нулевых Когда я там Трехнадельную стажировку Проходил На базе Института КГБ Беларуси Но она не касалась Военных вопросов Поэтому оценивать Степень военной подготовки Беларусской армии Я не могу Но то, что у Беларусской армии На самом деле На данный момент Кроме может быть Каких-то спецподразделений Нет боевого опыта Это факт А это очень серьезный фактор По крайней мере Он сыграл И у нас В начале Так называемое СВО Когда Российские войска В массе своей Не имеющей боевого опыта Столкнулись С каким-никаким Но Обстрелянным Противником Со стороны Так называемой Украины Поэтому В данном случае Заявления украинских военных Наверное Имеют Под собой Определенные основания В остальном Я комментировать не могу Понятно Еще один вопрос Украинский телеграм-канал Распространяет информацию Что я в Британии Собирается Поставить 400 танков Челленджер 2 Эти танки По характеристикам Равны Т-72 Б-3 Насколько Поставка 400 танков Челленджер 2 Может помочь Украинцев В тех же Контранаступлениях 400 танков Это 400 танков Это очень Серьезно Серьезно Это Это 4 полноценных Танковых полка Ну конечно Без дополнительных Средств Усиления Но тем не менее По бронетехнике Тем более Что у меня есть Подозрение Что в отличие от наших Танков Они поступят В полностью В исправном состоянии Сохранения Вообще Надо Оценивать Как говорится Надо не только танки Оценивать Надо части Соединения Которые будут Из этих танков Сформированы Надо обучить Экипажи Надо поставить Во главе этих Частей Соединений Опытных Командиров Опытных Военачальников От этого Будет зависеть Во многом Эффективность Применения А так это хорошая Боевая техника На среднем Хорошем уровне Ничуть не хуже Нашей Если она полностью В исправном состоянии Это серьезное Подспорье будет Для наших врагов К сожалению Да 400 танков 400 танков Сергей Дмитриев Спрашивает Здравствуйте Игорь Иванович Производят ли у нас Современные танки И другая техника В количестве А не единичные Экземпляры в месяц Проходит ли подготовка Армия призыва К войне Или траву красить Я сейчас Не нахожусь в армии Не нахожусь на фронте К моему глубокому сожалению Мои попытки Как говорится Попасть на фронт Пока никакого успеха Не дали Они производятся постоянно Кому я пишу И с кем я разговариваю Это вас не касается Тем не менее Пока у меня не получилось С этим ничего Пробую в разных местах Поэтому Говорить о том Что Готова наша армия Не готова Наша армия Уже и так Большую часть В бою Если вы думаете Срочники Которые призывают Срочники Если будет Всеобщая мобилизация Никуда не денутся И срочники Пойдут в бой Она будет распространяться И на них Конечно Желательно Чтобы они пошли в бой После нормального обучения А не как Донецкая и Луганская республика Собрали и бросили на фронт Сырое мясо Условно говоря Понятно Так Два вопроса от человека Почему на ваш взгляд Люди становятся Так называемыми Охранителями На идейной основе И второй вопрос Ваша оценка Такого явления Как медийная раскрутка Ксея Ефентиева Гюрза Ефентиев Берещ Это наверное Принцип Одноплановый Первый вопрос Люди Вообще склонны Это Свойства Человеческой психологии Человеку комфортнее В коллективе Комфортнее Быть как все Комфортнее Чтобы его взгляды Совпадали С большинством Окружающих А если к этому Еще идет И поощрение Не только моральное То Господин Душонов Например Классический пример А что касается Ефентиева Ну а что Ефентиев Ефентиев Гандон Дрянь Ну имеется ввиду Просто медийный проект Что Невзоров Из него делаю Не медийный проект Ну чего На самом деле Мне наплевать На Ефентиев И что он там Кто его раскручивает И как У меня сейчас Другие заботы Кроме как Ефентиев Мне вообще не интересен Этот человек Абсолютно Я Когда-то Меня свозили к нему В его имение Просто чтобы познакомить Я ехал с интересом Вот В знакомство Привел к тем выводам О которых я сказал Типичный наемник Которому на самом деле Все равно Кого убивают Лишь бы за это Хорошо платили И чтобы опасность Еще не очень большая была Желательно Ну я знаю Неинтересен у меня Ну его Я абсолютно неинтересен Герой России Анатолий Крабенков Загорцев У него высказывались Тоже Я с ним не воевал Я с ним не служил Но тех двух дней Которые мы общались Мне хватило Там кремо ставить негде Мразь Просто мразь Понятно И просто Жадность Кушилина И его супруги Которая занимается Всей гуманитаркой На территории Донецкой Народной Республики Я склоняюсь к второму По одной простой причине Потому что На территории Уганской Народной Республики Пока ничего подобного Не прозвучало Вот если Там будет принят Точно такой же закон В ближайшее время В ближайшие дни Значит это команда Сверху из Москвы Значит Москва Стремится всеми силами Наплевав на реальные нужды Своих солдат в окопах Уменьшить количество Ну они по крайней мере Так думают Уменьшить количество Информации Поступающей реально Из фронта В тыл Ну глупое на самом деле Абсолютно Намерение Если оно такое имеется Вот Потому что все равно Чем дальше Тем больше будет Просачиваться информация Тем более что Сражение за инициативу Как я его называю Но не за горами И к сожалению У меня нет уверенности Что мы его однозначно выиграем Я уверен что мы Если будем нормально воевать Обязательно выиграем эту войну Вот прям обязательно Если будем нормально воевать Но за конкретное сражение Это летнее Я не уверен ни в чем Зная примерно ситуацию Нажать Вот Посмотрим Давайте подождем Если допустим В течение пары недель В Луганщине Не будет принято Такого же Закончика Как принято в Донецке Это значит Супруга МММщика Решила Что Мимо нее Протекает Слишком много бабла Которое Потенциально Могло бы попасть К ней в карман Вот и все Понятно Я боюсь что При таком Раскладе Будет еще больше Попадать Гуманитарной помощи В ТЭЛы и Штабы И меньше Это само собой Это естественно Само собой Но В реальности В реальности Если Сейчас За счет Малых Волонтерских Структур Очень многие Части Подразделения В том числе Штурмовые Подразделения Которые реально Участвуют в боях Охраняют Блокпосты В ТЭЛу Или дворец Пушилина Получают Остро необходимое Обснаряжение Которого Им не выдает Ни Министерство Обороны Российской Федерации Ни тем более Как говорится Эти Потемкинские Народные милиции ДНР УНР Ну естественно У нас будет больше потерь Просто будет больше потерь Причем существенно И соответственно Мы меньше сможем Наносить потерь Противнику Для того Чтобы прерывать Перерезать эти ниточки И приводить все К общему взаменателю Сначала надо начать Нормально Снабжать Централизованно А этого пока Извините В помине нет Это тот Как раз случай Когда Ну если По крайней мере Формальный предлог Это же все Как бы Организовать Все забюрократизировать Все что вышло Как говорится По струночке А реально Это будет просто Разорваться Действительно так Как будто Они умеют Что-то другое Уширенные компании Они больше Ничего никогда И не умели Только воровать Из того Что мимо проходит Ну вообще Странная война Какая-то И с той И с этой стороны Помогают волонтеры А не государства С той стороны Помогает Все НАТО Ну в принципе Да И естественно И со стран НАТО И тот факт Что у них По прежнему В разы больше Беспилотников На фронте По прежнему Несмотря на все усилия Наших волонтеров Это показатель Что им помогают Давно Им помогают Давно Я не знаю Может у них Есть такие же Прецеденты И были Но сейчас Их волонтерам Насколько я понимаю Никто не мешает Давайте дальше Есть еще вопросы Мне запрос Давайте Да Можно к чату Перейти Давайте Давайте я посмотрю Что Так Ага Просто небольшие Комментарии Тут много вопросов В чате Но я боюсь Что я не все Могу и не заметить Много Меж собой Ругается Ну Вы же не чистите Я вот В качестве Большой ремарки Мне очень много Задают вопросов На предмет Почему Вы закрыли Комментарии Неща на странице У меня раньше На странице Вконтакте Равно Как и на странице В телеграме Комментировать могли Друзья И друзья Друзей Друзей у меня Там что-то в районе Четырех тысяч К ним Друзья Набивается Огромное количество Троллей И прочее То есть Люди Что в основном О запросил Друг Раз Щелкнул Он в друзья Зачастую Вот эти друзья Друзей Как говорится Начинают Засирать Мою страницу Матом Идиотской рекламой И так далее И тому подобное С началом Так называемой Специальной Военной операции Их количество Выросло Даже не в разы А в десятки Мне пришлось Просто Ограничить Ограничиться Друзьями Просто На своей странице Вконтакте Чтобы не Заниматься Длительное время Не посвящать Тому Чтобы просто Вычесывать Этих шей Ну соответственно В телеграме Тоже ограничились Теми Кто Как говорится Лично известен Кому не нравится Ну ищите себе Другую площадку Для того Чтобы ругаться Вот между собой Мне ругань Читать неинтересно Мне некогда Ее читать Поэтому Обсуждение Ищите место обсуждения По моему Создали такую площадку В телеграме Отдельно Но я в нее Не захожу Так Захожу Вопрос Экстрим Я не буду отвечать На длинные Многие вопросы И на дискуссионные Тоже отвечать Не буду Потому что Ну Формат Не предполагает Так Актуальна ли информация Что пленным Укром Предлагают Два варианта Это получить Паспорт РФ Или ждать Обмена Я не обладаю Такой информацией К сожалению Нет Для взятия Северская Необходимо Прорвать фронт Со стороны Ямполя Чтобы его Окружить Но это потребует Опять форсировать Северский Донец Со стороны Ямполя Прорваться Что-то у нас С форсированием Мягко говоря Сильно Не заладилось Поэтому Как будут Штурмовать Северск И будут Либо Вообще Штурмовать Я не знаю Лично У меня Мнение Что Искать Решительные Победы Над Украиной Надо Не на Донбассе Надо Наступать Не там Где противник Сильнее всего И где он Лучше всего Укреплен А там Где противник Этого Не ожидает Посмотрим Как это Я об этом Говорю уже Четыре месяца Ну Пока Наше командование Ну я так понимаю С политической Подачи Демонстрирует Совсем Другой Подход Игорь Иванович Насколько Актуален Данный Гомольморский Выступ Плюс Сдача Гладосова Тревень Травнивая И если Он до сих пор Имеет место Быть То почему Почти за два месяца После взятия Светлодарска Его так и не срезали По той же самой Причине Которую я сегодня Уже отметил Не один раз Сил не хватает Под Авдеевкой Удалось Продвинуться Охватить Авдеевку С севера А дальше Те части И подразделения Которые там были Участвовали в боях Были опять же Переброшены На север Под север Донецк Сейчас противник Снова окопался Укрепился Его трудно сбить Наши командования Из-за нехватка Резервов Вынуждено Скажем так Вести наступление Только в одном месте А в остальных Активно Или более-менее Обороняться Не более того У нас нет Везервов Стратегических Возможно Они есть Но Видимо Есть какой-то НЗ На случай Наступления Противника Чтобы его Парировать Или для проведения Как раз Новой Какой-то Наступательной Операции Но Наступать Везде Одновременно Как это делала Красная Армия В 44-м году Когда на всех Фронтах Фактически Одна операция Не успевала Закончиться Тут же Начиналась На другом фронте Другая У нас Для этого Сил нет У нас Воюет Кадровая Армия Плюс Как я уже Отметил Суррогатные Формирования Типа Многочисленных ЧВК Все эти Идут И там Вагнеры И прочее Какие-то Более Боеспособные Какие-то Должны ли мы Помогать Сепаратистам В Европе Корсика Баски Ольстер Шотландия Не ко мне вопрос Это не ко мне вопрос Я Не занимаюсь Внешней политикой И вряд ли Когда-либо Буду ей заниматься По идее Конечно Всегда Было Мрак Моего Врага Мой Друг У нас же Везде Уважаемые Партнеры А где-то И дорогие По крайней мере Не у нас А в Кремле 30 лет Мы встраивались В качестве Сырьевого Придатка В запах Да встраивались Что собственную Экономику Снесли И в результате Даже автомобили Свои Не можем Производить За счет Своей Собственной Комплектации Что будет С Одессой Я надеюсь Что Одесса Когда-нибудь Будет Освобождена Но у меня Есть подозрение Что она Будет Освобождена Не этим летом И даже Возможно Не этой осенью Все зависит От того Какие действия Наконец Предпримет Российская Власть Собираемся Ли мы Воевать И освобождать Украину Тогда Конечно Она будет Освобождена Я бы Лично Сделал бы Все Чтобы Одесса Была Освобождена В первую очередь А как Будет На самом Деле Только Бог Пока Знает Будем Надеяться Какую Группу Населения Будет Мобилизовывать В РФ Прежде Всего Молодую Здоровую Прошедшую Уже Военное Обучение Это Точно Еще Я бы Вот Чтобы Сразу Сказал Что Необходимо Сейчас Набирают Срочно Это Выступление Было Там Завода Где Калибр А Беспилотники Шлепают На шарю Вот Типа Что Они Начинают Собираются Работать В три Смены Я Беру Извините С Открытой Информации У меня У меня Нет Закрытых Источников Только То Что В интернете Опубликован Осталось Только Рабочих Набрать На Третью Смену Специальные Квалифицированные Рабочие Это Нужны Не Таджики И Не Узбеки Вот Как Наберут Так Наверное На Третью Смену И Перейдут А При Мобилизации В том Числе Трудовые Резервы Могут В приказном Порядке В государственном Перебрасываться С одного Направления На Другое Допустим Во время Великой Отечественной Войны Все Железнодорожники Были Мобилизованы В первый День Мобилизации И Оставлены На своих Местах То есть Железнодорожников Не призывали В действующую армию Они И так Считались Мобилизованными То есть Но они Не имели Права Без Распоряжения Начальства Покидать Своего Рабочего Места Это Фактически Была Трудовая Повинность Вот И сейчас Тоже Нужно Будет Отыскивать Слесарей Инструментальщиков Токарей Это Даже Плотников Строителей Сварщиков И Направлять Их туда Где Нужнее Всего Это Тоже Будет Мобилизация Но Государство Простите Должно Взять На себя Полное Обеспечение Их Семей Так же Как Всегда И было Время Вплоть До Продуктовых Пайков А если Мы Еще Соплику Жуем Вернее Не мы А наши Кремлевские Деньи То У нас И до Этого Может Дойти До Необходимости Продовольственной Реграмментации Выдачи Продовольствия Такое Тоже Может Еще Раз Повторю Альтернативы Нет Если Проиграем Будет Еще Хуже Намного Хуже В разы На порядке Хуже Там Уж Никто Не Будет Никаких Мобилизаций Проводить Там Просто Будет Голод Полный Кошмар Способна ли армия РФ Перспектив Держаться На Нынешних Позициях Действующими Силами Теоретически Да Если Их Грамотно Используют Но Не Более Того А победы Войне Не Одерживают Сидение В Оборозе Но Даже Это Как бы Все равно Для меня Сомнительно Потому Что Противник Не Остается В Имеющихся Силах Противник Непрерывно Наращивает Силы И Наверное Я Выскажу Крамольную Мысль С Какого-то Момента Уже Он Быстрее Наращивает Силы Чем Их Расходы По Крайней Мере В Технике Первые Два Месяца Видимо Это Было Не Так Возможно Еще В Мае Это Было Не Так А Пожалуй Что В Сейчас Украина Сумела Сосредоточить Артиллерийскую Группировку Которую Не смог Нейтрализовать Наш Черноморский Флот И Наши Авиации Кто Им Помешает Сосредоточить Эти Группировки Увеличить Их Никто Им Идут Мощные Поставки Артиллерии И Ракетного Вооружения Согласны Львы с Тезисом О том Что Одним Из Главных Уронов Нанесенных Россию Верхушки В ходе В результате ТСО Стало Сознание Западом Что Вооруженные Силы РФ Это Не Вторая Армия Мира Как нам Втирали Со всех Государственных Вократов А в большей Мере Бумажный Тигр Вопрос Во многом Дискуссионный Наверное У нас Есть И Дееспособные С Части Соединения Допустим Ракетное Вооружение Пока Себя Все Таки Оправдывает Правда Мы воюем С Украиной Но тем не менее Пока Украина Ничего Не смогла Противопоставить Нашему Ракетному Вооружению У нее Нету Противоракетных Систем Посмотрим Что им Даст Запад То есть Совсем Все таки Не бумажный Тигр Нельзя Так Сказать Но То Что Наша Армия Расхлябанная И неэффективная Это Факт При Достаточно Большой Численности Эффективность Оказалась Местами Чуть выше Плинтуса К сожалению Это правда Так Я еще отвечу Еще на один вопрос Из чата И у вас есть Чего Вопрос Там есть Почему Так не серьезные Ответные Меры К странам Кто вводит Санкции Много раз Отвечал На этот вопрос Дорогие И уважаемые Партнеры Если через Украину Мы продолжаем Качать Газ Ну о чем Можно дальше Говорить Которую Естественно Она использует И на свои Украинские Нужды Что думаете Она просто Его прокачивает Европу Через свою Территорию Себе ничего Не оставляет Ничего подобного Еще как Оставляет И платить За это Точно Не будет Вот сто процентов Я просто Уверен Что значительную Часть газа Украина Просто Отбирает Бесплатно Из этого Газопровода Наши Уже даже И не хрюкают Ну смешно Об этом Говорить Когда идет Полномасштабная Война Кстати Заметьте Газопровод Проходит По тем Территориям Которые По той же Сумской Черниговской По властям И там Боевых действий Сейчас не ведется Вот почему Вы думаете Что если Даже с Украиной С которой У нас идет Война Поддерживаются Экономические И хозяйственные Связи На уровне Снабжения Ее Нашим газом То Как В Кремле Будут принимать Меры Против Уважаемых Дорогих Партнеров Которые Там На Западе Да в Кремле Мечтают Очень многие О том Что Яхты Рано или поздно Разаристуют Снимут Санкции С Вилл С имений С островов С С Фазент И все Вернется На круги Своя По крайней Мере Многие Я уверен Спят И видят Это Какие Санкции О чем Давайте Михаил Что еще Сейчас Секунду Это опять же Вопрос о кадрах О кадрах Я уверен Что Путин Тем более Что человек Уже не молодой Ему уже Условно говоря Глубоко Наплевать На то Что у него Там Подфисковали И у него И у его семьи Он себе Все Значительная часть Его окружения Особенно Из Не самых Випов А вот Чуть Вип Второй категории Нет Они уверен Мешают Выторговать Себе Лично Себе Прощение За счет Родины Тем более Что Большинство Из них Имеет родину Несколько в другом Месте На берегах Иордана Так Человек Интересует Конкретную Информацию Здравствуйте Юрий Иванович Есть ли у вас Какая-нибудь Информация По ситуации В районе Светогорск Бородичная Татьяновка Сейчас Секунду Отвечу Я честно Говоря Не знаю Так Светогорск Татьяновка Да Тоже Вопрос На самом деле Интересный Поскольку Еще Совсем Недавно Утверждалось Что Наши Освободили Светогорскую Лавру Да Была Информация А теперь Сойдут Сообщения Что Светогорская Лавра Если Не занята Противником То Наших Войск Там Нет И Она Находится Под Постоянным Обстрелом Украинской Артиллерии И Разрушается То есть Получается Что Наших Там Нет Она Под Берегом Фактически В скале Вырублена То есть Ну вот Не вырублена Находится На уступе Под скалой А сверху Наших Нет То есть Наши Не контролируют Вот это То Что Я По крайней Мере Из себя Для себя Вывел Вот Читая Сообщение Из Лавры Там Монахи Там И погибают Получают Тяжелые Ранения Там 14 Корпус Разбит И Даже Остальные Монахи Не могут Из-за Обстрела Проверить Что С ними Происходит Наших Войск Подчеркиваю Нет Там А Нацисты Лупят По мастерю Опять же Были Сведения Что Трое Монахов Пытались Переплыть Северский Донец И Их Застрелили Украинские Военные Кстати Вспомните Недавно У нас Кто Там У нас Балабол Распространялся Что Не стреляли По Украинским Военным Которые Переплывали Северский Донец Да Помним Вот Это Из этой же серии Давайте Щадите Врагов Щадите Врага Надо Щадить Когда Он Обезоруженный Взят В плен До Этого Врага Надо Уничтожать Самыми Безжалостными Средствами Какие Только Могут Быть На Хороший Враг Мертвый Враг Или Пленный Пока Он Не Пленный Лучше Мертвый Так Вот Значит Что Касается Остального Вроде Светогорск Наш Но Опять Ж Ничего Я Об этом Не Слышу Я Знаю Ситуацию Под Краснополем Наши Туда Зашли И Кончилось Сейчас В Краснополе Нет Подробности Приводить Не буду Я Знаю Также Что В этом Районе Примерно Многие Как бы Тактические Позиции Наши Не удержали За счет Опять же Того Что У противника Много Пехоты И много Артиллерии А у нас Самая Боеспособная Пехота И артиллерия Воюет По-прежнему Вот на этом Узком Узком Участке Фронта Под Лисичанском Сейчас Наверное Освободиться Будут укреплять Но тем не менее Получилось Что Что-то Наши Заняли Наступая А что-то Уже И Какие-то Перелезки Там Местные Высоты Местные Точки И оставили Просто Потому что Не могут Их удержать Нечем Поэтому Не могу Точно Ответить На ваш Относ Что Знал То Сказал Дальше Спрашивают Вопрос Такой Странный Кто Лучше Залуженный Или Дворкин Оценить Способности Как Военно Начальников Ни с тем Ни с другим Я Не Воевал И не Служил Поэтому Оценивать Я В данном Случае Не могу Я Знаю Только Что С точки Звения Стратегической Украина Обороняется Грамотно Они Дают Нам Сражение Там Где Им Выгодно Оборонительно А мы Почему-то Наступаем Там Где Им Выгодно Обороняться Вот И Все Что Как Можно Оценивать Вызвано Ли Это Личными Качествами Там Дворникова И Залужного Или Это Вызвано Политическими Что По мне Возможно Требованиями Сверху Вы помните Концепция Ж была Да Освободим Донбасс Первая Перевероченная Задача Освобождения Донбасса Вот Начали Наступать Только На Донбассе А везде В остальных Местах Остановились Украина Начала Контратаковать Под Харьков Нашим Пришлось Там Тоже Немножко Воевать Вводить Силы Чтобы Снова Оттеснить Украинские Войска От границы Чтобы Удержать Хотя бы Там Казачьи Лопани Словно Но По факту Наши Войска В течении Двух Месяцев Наступали Только На Донбассе И больше Нигде Все Все Что Вызвано Это Тупостью Военачальников Или Приказами Из Москвы Я все Таки Склоняюсь Ко второму Скорее Всего Ставится Общая Политическая Задача А военные Естественно Ее Начинают Выполнять Пытаться Выполнить Доступными Им силами Дальше Подскажите Пожалуйста Волонтерские Организации В которые Можно Задонатить И быть уверенным Что деньги Пойдут На фронт А не В карман Я Знаю Что На фронт Работает КЦПН Так называемый Координационный Центр Помощи Новороссии Да КЦПН Мурс Андрей Морозов Тот же Самый Михаил Паланков На канале Который Я сейчас Выступаю Он Как бы Имеет Связь С этим Но Лично Через Меня Идет Помощь Сейчас Только Двум Волонтерским Группам Вернее Даже Одна Волонтерская Группа И Один Конкретный Человек Конкретный Человек Это Светлана Ольшевская Которая Занимается Чисто Гуманитарными Вещами То есть Помощью Раненым Семьям Просто Больным Людям Донбасса Она много Чем Занимается Но у них Именно Не фронтовая Миссия А тыловая А помощью На фронте Занимается Мой Друг И товарищ Евгений Вадим Скрипник Позырной Прапор Четыре раза Раненый В боях На Донбассе В 2014 Году Командир Батальона Под Ямполем Вот он По-прежнему Он находится Сейчас Там В Донецке И Его Сейчас Ему Опять Снесли Страницу Вконтакте На неделю 7 июля Только Сможно Разблокировать У него Есть канал В телеграме Вот Ссылки На него Есть Всегда На моей Странице Или У Михаила Полынкова То есть Основной Полынкова То есть Все что Как говорится Собирается Здесь Причем Финансово В основном Все направляется Ему Он закупает На месте Я сам Ничего Не собираю Просто Потому что Обжегся Не один раз К сожалению Достаточно Больно На людях Обжегся Кадровый Вопрос Опять Что Да Все Выяснилось Что Я тоже Не силен В кадровой Работе В чем Вынужден Признаться Лишь Кому доверяю Зачастую Необоснованно Зачастую Так Давайте заканчивать Да Давайте За самые популярные Вопросы Которые Вы уже Миллиард Раз Отвечали Сначала Из своего Постоянного Спрашивают Тут пишут Еще Очередной Вы говорили Что если нужно будет Готов взять руки Автоматы Пойти воевать Что мешает Сделать Сейчас Меня никуда не берут Меня никуда не берут Полковник Запасов ФСБ У меня нет возможности Зайти Зайти Как говорится От крючка Взять автоматы Пойти воевать Уже нету Чисто Борокских Подразделений Не существует На Донбассе Фактически все Воюет Только регулярная Армия В Донецкой Луганской Республике Народная милиция Это тоже Подразделения Регулярной армии Фактически Инкорпорированная В российскую армию И там Нет никаких Отдельных Штабных структур Министерств Которые бы решали Все решается Сейчас В едином Командовании Но В частной Военной Компании Меня не берут Да и в качестве Простого Пехотинца Я так понимаю Что я никому Фактически Не интересен Извините 50 лет У меня никогда Не было идеальное здоровье И сейчас Оно не идеальное И спортом Я тоже никогда Особо не занимался И сейчас Не занимаюсь А в качестве Да Наверное Я мог бы Принести немалую пользу Даже в качестве Командира роты Или батальон на Донбассе Учитывая Что там зачастую Ротами и батальонами Командуют Вчерашние сержанты Не имеющие вообще Никакого Военного Образования Даже Относительно Или военного опыта По крайней мере У них не больше Военного Чем у меня Но Я твердо знаю Даже Знаю Не предполагаю А знаю Что Меня туда не возьмут По крайней мере Многие обращения Конкретно Командирам Сотрудник Офицерам Частей Они Либо остались Без ответа Либо Ответ Отрицательный Так что Я либо жду Мобилизации Либо Жду Другой возможности Если она откроется Я думаю Что рано или поздно Она откроется По одной простой причине Чем дальше Будет идти Эта война Чем тяжелее Она будет Тем Сложнее Будет Нашим властям Не использовать Любые ресурсы Просто любые Тем более Тех людей Которые Несмотря ни на что Несмотря на знание Отвратительной ситуации На фронте Все таки готовы Туда идти Давайте на этом закончим Давайте До свидания До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok